Друзья, всем доброе утро! Я рада, что могу войти в ваши дома, сказать вам эти слова и быть в том месте, где находитесь вы сейчас. По человеческим ресурсам вроде бы это невозможно, но по той технической возможности, которая к нам пришла, это стало реальностью. Мы можем входить в дома, можем входить на места в вашей жизни тем посланием, которое звучит. А ведь мы и есть послание, мы не только физика тела, а послание нашей судьбы, нашей жизни. Это тот жребий, который держит наш Господь, о чем мы говорили в прошлый раз, и еще часть наследия и чаши моей. Это вот как раз те моменты, над которыми мы размышляли в прошлый раз, но чаши не коснулись. И вот тогда, когда есть чаша нашей жизни, и в этой чаше что-то влито, и наша задача эту чашу пролить на призвание, на людей, на отношения, то есть дать этой чаше реализоваться. Потому что чаша имеет тоже свое предназначение, чтобы из нее пили. И если она стоит и ею не могут воспользоваться, то она бесполезно состоялась, не состоялась, а просто стоит и не может быть кому-то пользой. Поэтому, когда мы говорим о нашей чаше, которой Бог дает нам быть, Господь есть часть наследия моего и чаши моей, то есть в моей жизни есть его содержание, в моей жизни есть его природа, которой я могу делиться. Вот, друзья, как важно это делать на любом уровне призвание. Если ты, как призвание материнства или отцовства, хорошо реализуешь, это тоже божественная природа. Он наш отец, он дал нам материнскую природу через церковь, через тех, которые были до нас. Он проявлял и рождал в свое царство новых людей через церковь, потому это материнство и так далее. То есть мы видим, как многообразие проявляется в этой жизни. Но мы с вами сейчас можем смотреть уже следующий стих. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Можешь ли ты сегодня так сказать перед Богом? Если мы будем смотреть на факты жизни, далеко не все могут сказать, что межи прошли по прекрасным местам. Потому что много было трудностей, потому что много было испытаний, потому что много было непонятных поворотов и серпантинов на дороге. Но, с другой стороны, если мы посмотрим не на факты, а на итог того, что в нас произвела эта дорога, что в нас произвели эти состояния, то Давид, ведь он же как раз проходил очень много серпантинов в своей жизни, очень много извилистых дорог. Но, однако, когда он взвесил результат того, чем он являлся на этот момент, он мог сказать эти слова. Межи мои прошли по прекрасным местам. Ведь мы же не рассматриваем эти слова в отрыве от жизни Давида. Мы как раз говорим, что он родил эти слова в адрес Бога с учетом какого-то анализа своей жизни. Исходя из этого, нам очень важно посмотреть, а те трудности, которые я прошел, то непонимание, которое для меня было когда-то очень полезно, может быть даже предательство, что во мне это произвело? Научило меня прощать, научило меня уповать не на человека, научило меня держаться фокуса, который Бог говорил мне и говорит о моем призвании, и не упускать те детали, которые мне ставят на дороге. Если это у меня уже как плод моей жизни и характер личности, то мне же прошли по прекрасным местам. То есть Господь наблюдал за тобой, за мной и формировал плод для вечности, с которым мы предстанем пред Богом уже в последнем этапе своей жизни. И наследие мое приятно для меня. Я очень хочу, чтобы эти слова стали реальностью для каждой судьбы, для каждого человека. И поэтому наша молитва об этом. Потому что, может быть, сегодня наследие еще неприятно. Может быть, это совсем не то, что ты ожидал, а может быть, и то, что ожидал, но не переставай за это благодарить Бога. Это надо усилить, это надо сделать еще под большей защитой твоей благодарностью и твоим пониманием, откуда пришел этот результат. И тогда, когда мы будем веру включать в этот процесс, вера видит невидимое, творит невозможное. И вера есть осуществление ожидаемого. Ты хочешь, чтобы твои дети были тем, ради чего они рождены, то и благодари Бога. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы с Тобой об этом говорим. И пусть наследие наше будет приятно для нас и для Тебя. А межи, которые мы прошли, они приятны также для нас. И межи, они явились для нас прекрасными путями. Я благодарю Тебя, Боже, что они приятны, они благословенны, потому что они явили плод, плод во славу Твою. За каждую трудность я Тебя особенно благодарю. И благословляю детей наших быть приятным наследием, как для нас, так и для Тебя. И пусть внуки унаследуют эту добрую долю вместе с нашими детьми. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok